Господи Иисус Христос Божий Наш, помилуй нас. Аминь. Игнат Тихонович, я к вам вчера вечером прислал фильм один, он иудейский, уже позин называется, «Гости», про Сукот. Вы не посмотрели? Я посмотрел. Вот. Но он мне там сначала так понравился. Почему? Потому что там вот такая вот именно иудейская женщина, как бы вот именно иудейский быт такой. Ну, а вы что скажете? Да я его смотрел уже, смотрел раньше. Никак меня-то совершенно не касается. Нет, то, что не касается, это понятно, да. То есть я совершенно сторонне посмотрел и закрыл, мне это не надо даже. Совершенно не подходит, как говорится, к нашему менталитету. У меня в жизни ничего из этого не было. Мне все это стороннее. Я как будто бы не видел и не слышал. Для себя я ничего взять не могу оттуда. Нет. Суки у нас, конечно, нет сейчас уже этих праздников. Вот. Как бы, ну, то, что молятся, да. Господь слышит всех там. Это понятно. Помогает. Вот. Конечно, там взять-то, в общем-то, нечего. Нет, ну, единственное, что мне, почему, мне вот понравилось, знаете, что, как женщина его ведет. Он в такой состоянии находится там, как бы, вот, ни денег, ничего нет. Там сначала одни искушения. И жена ему во всем помогает, с ним вместе молятся. Потому что, вот, я просто говорю, как вот, моя бы супруга бы, если бы у меня такое, даже десятая часть была бы, она бы меня бы съела, костей бы не осталось бы. Вот в чем дело. У меня христианка называется, как бы верующая. Костей не осталось. А здесь настолько, в общем, верующий. То, что мне вот это вот понравилось. Ну, и, конечно, терпение, вот, не злобе. Вот, мне кажется, лично для меня есть чему поучиться-то. Вот эти приехали к нему бандиты, там, стали у него жить, там, беспредельничать. А он терпит, терпит, терпит. Главное, не злиться. Ну, вот, есть, есть что-то здесь такое, с чего нужно поучиться. Мы не всегда так даже имеем такое, такое смирение. Хотя, конечно, Христа там нет, и о спасении ни слова не говорится. Вот, только в этой жизни все получить, там. Ну, это иудаизм, естественно, что сделаешь. Вот. Вот, и еще вот, как вот, торговля, выбирают они лучшие эти самые, цитроны. Это рок называется. Торгуют ими, там, вот, каждый должен по заповеди выбрать сам, самый красивый, там, разбираться. Вот это вот, такой быт их. Ну, чуждо для вас, да, понятно. Да, Игорь Тихонович. Да, я слушаю. А, что-то вы застыли. Нет, я просто говорю, что мне это не нужно. Я не могу там к никакой стороне прилепиться. Все для меня не наше. Ну, да, да, ну, это иудейское, как бы, дохристианское, такое, искаженное. Ну, нет, есть там, все вот так, так вот. Ну, ладно, что ж, я думал, что вы найдете там еще что-нибудь интересное, не нашли. Бывает. Вот, такое дело. Ну, ладно, Игорь Тихонович, больше не буду вас беспокоить. Да нет еще, может, что-то у вас есть? Да, ну, так, ничего нет. Я думал, что вот этот фильм, если там увидите, что интересное, мне скажете, что я не заметил. А вы где-нибудь считали, нет, о том, что в последнее время Китай пойдет на Россию? Слышали от кого? Да, слышать-то я слышал много, что там до Урала дойду, да, и вот это вот. Слышать-то слышал, читать не читал. Я хочу найти авторство, кто это, откуда пошло. Да я не знаю. Я это слышал еще, когда был мальчишкой маленьким. Ну, нет, говорили, и говорят, и православные, и там, и не очень, там, и около церковные тоже говорили, что Китай пойдет на Россию, там, до Урала дойдет. А кто говорит, я до сих пор не знаю. То есть, я читать не читал, вот Россия перед вторым пришествием, а разных матронушек, там, вот этих, вот, я как-то серьезно их не воспринимаю, они уже новые, как бы, вот эти вот пророчества. То есть, я не отношусь серьезно к вот таким вот тетушкам, матронушкам, или там этим, вот. Что-то там Серафим вырислил, я тоже к нему отношусь двояко, как бы, это вот эти неостарцы, ну, что сделаешь, кто его любит, а я, как бы, так. Ну, есть и есть, сказал и сказал, слава Богу, верующий был верующим, и хороший, Господь судья. А так я, как бы, даже абсолютно на это внимание не обращаю. Что сказать, что будет, то и будет, вот, что, как Господь пошлет, так и есть, вот. Игнатих, что-то вы как-то замерли, картинка есть, но как-то на одном месте, вообще. Как на одном месте? Она должна у вас шевелиться? Нет, не шевелиться, вот вы, вот так вот, взгляд вниз потупленный, и все. Ну, это, видимо, вас прервало, я вижу, что вот я говорю, и сам себя вижу, совершенно адекватное движение, все. Ну, вообще, что ж такое, не знаю, ну, ладно, хорошо. Главное, что слышите меня, слышите меня. Я хорошо слышу. Ну, и вот, и слава Бога. Вот, как бы, я не знаю, где. Была большая книга у нас, толстая, еще в конце 90-х выходила. Вот. Называлась «Россия перед вторым пришествием». Вот. И фильм есть такой какой-то, выложили, там, он тоже длинный, там, то ли часа полтора, то ли два. Тоже «Россия перед вторым пришествием». А у меня, я такую маленькую, сокращенную купил, тоже подпочитал. Но я нигде не видел такой. Есть какие-то такие намерки? Ну, чьи? Чьи, я не знаю. Ну, я посмотрю, если вам так надо, и кто это говорил. Я знаю, что какие-то вот эти вот, мне жена показывала, какие-то вот эти вот, не московская Матрона, а еще какая-то там Матронушка есть из России, там, Рязанская, то ли еще что-то. Так у нее вообще все, и все под воду уйдет, и Питер уйдет под воду, и там и китайцы все завоюют, и вообще Москва останется вот только по Садовому кольцу, и все. То есть, какое-то вот такое пророчество у нее, там, все, там, и ходить в храм нельзя, и все, все, все погибло, все покало. Такое есть что-то. Ну, я и жене запрещаю, нечего слушать. Библия есть, читай и все. Нечего слушать, всех там подрежь. А вы в Израиль не хотите поехать? Да хочу, ну, как бы, а где деньги? А ко мне несколько раз приезжали оттуда, бесплатно, поехать, я никак, ничего я там не нахожу, я говорю, это я только прикидываю все эти автовокзалы, я приехал, и куда пойду, когда я здесь все вижу, сижу дома. Еще я пойду там делать, молиться на этой суете, я и дома помолюсь. У меня там есть дела. У меня есть дела. А у меня нет дел. Интересы есть свои. Во-первых, я хочу там посмотреть все церкви, вот как они живут. Вот эти восточные, восточно-православные, там, вот, сирийская церковь. Потом мне очень хочется встретиться с самарянами, посмотреть ихнюю Тору. Вот, какая она, если возможно, я бы и купил бы даже себе один экземпляр, свиток самарянской Торы, она немножко отличается. Вот, это мне очень интересно и хочется. Ну, в общем, есть что там посмотреть. Не то, что там, ну, конечно, и гробу Господню можно приложиться, это тоже доброе дело. Но это не главное. И ради этого ехать, может быть, и не обязательно. И вот меня интересует общение с людьми, посмотреть вот то, что осталось от древности, от древними церквями, пообщаться с людьми, там, с их священниками, посмотреть все, вот это вот и, как бы, вот это мне важно. Здесь я только вот с армянским могу пообщаться, с католиками, а там вот древние, они там все, и копты, и эфиопы, и есть, и, как там, и сирийцы, они живут, там, целыми деревнями, там, и самаряне, там, в двух местах живут, под этим самым, под Тель-Авивом, и еще на территории, там, арабской, израильской, в районе этого. А вот меня никогда не интересовало посмотреть, за всю жизнь ни разу не ездил посмотреть, а если куда-то ездил, только для благовестия. Сразу у нас квартира нам дается, телефон, собираем людей, встречи, беседы, только такое. А чтоб просто поехать, а зачем я поеду туда? Даже вот в Америке было, у меня все время там выступления были, дорога едем, 600 городов, я везде выступаю, говорю, там, в Лиссабоне, в Тбилиси, в Москве, сразу в храме говоришь проповедь, люди вокруг, там, день и ночь, говорится. Нет, это хорошо, здесь люди разные, мы с вами немножко разные. Ну да. Я всю жизнь учусь, и не могу прийти в разум истины. Вот так вот получается, учусь, и мне интересно учиться, как вот иудеи, всю жизнь, и не прийти в разум истины. А вы сразу пришли и проповедуете. Потом, нет, проповедовать это надо постоянно, и тоже знать. И по вопрошению, конечно, я расскажу, скажу кому что надо, как Господь вразумит, правильно. Но, здесь люди разные. Вот смотрите, апостол Павел и апостол Петр шли, тень, были верующие люди, тоже верующие, тоже христиане, только под тень его, чтобы он его исцелил, исцелялись. Или апостол Павел платки на себя заматывал, а потом давал людям. И те, и другие верующие. Но разная вера, разная сила. Не в вере даже, а в разная сила, которая дана Господу, человеку. Поэтому и суд будет по-разному. Вот один учится всю жизнь и старается. Ну, что дано, то дано. А другому, так и раз прочитал, там, блажен муж и женидина, совет нечестивых. И все. Он уже может учить. Вот в чем дело. И то, и другое хорошо. И то, и другое пред Богом. Все в церкви. Все это богатство церковное. Ну, разные люди. Люди все разные. Один исцеляется, другой исцеляет. Этими платками. Поэтому. Я вспоминаю, был в Лос-Анджелесе, когда в Америке. Ну, я говорю, а когда же мы соберем-то тут? Встречи там идут. Я все время в синоде, там, с епископами. А я говорю, мне нужна молодежь. А старики говорят мне. Русские там, русская диаспора. Да они у нас такие, они не нуждаются этим. Ну, вы соберите, и потом мы поговорим, и видно будет. И правда собрали. Там какой-то Сорокин у него на дому. Ну, молодежь какая? Это не 10 лет. Начинаешь с 16, там, 25 до 30. И вот встреча идет. Первый час, второй, третий. Старики выходят. Да ты что с нашей молодежью-то сделалось-то? Да какая у нас молодежь-то хорошая? Они считали, что молодежь это только своими делами занимается. А они за один вечер так распечатались, что родители их не узнать не могут. Когда услышали о Христе, там сербы были, ну, разное там где. Я вот в Жорданвиле выступал, там и китайцы, и корейцы с перевозчиками пришлось говорить. И безразличных никого нет. Это общение, это дружба, это любовь, это возвышенное чувство. Но я не знаю как, мне всегда это сильно нравилось. Люди узнают новое. Мне тоже нравится. Я тоже люблю пообщаться. Я вот куда прихожу, например, специально захожу, вот к этим, к лютеранам здесь. И давай с ними беседовать, разбираться, там, ну, чтобы было за что зацепиться. А здесь тоже, как бы, если я и поучиться, что посмотреть, там, какая у меня интереса, какое у них это, пятикнижие, Тора какая, во-первых. А во-вторых, я могу и свидетельствовать. Я, конечно же, должен свидетельствовать людям. А где там какие другие религии, ну, я имею в виду христиане, другие, именно, православные, там, тоже интересно у них и поучиться, и посмотреть, и побеседовать, и что там. Кому ничего не интересно, ну, кому есть такие люди, кому ничего не интересно, у них свое, это самое. У одного другого дар есть, который уже получил и может проповедовать. А третьему вообще ничего не надо, ни учиться не надо, ни это, ему там свои интересы. Все. Серафим Старовский, когда к нему приходили, а он не хотел встречаться, он, говорит, в окно, в окно у себя там вываливался в садок и в траве прятался. Его не могут найти, выйдут Серафимушка, а он лежит, чтобы это, не смущаться. Так люди придумали брать с собой ребятишек. И тогда ребятишки кричат, Серафимушка, он тогда, говорит, не мог терпеть и вылазил из травы. Вот у меня так же приглашают зачем-то, ну, сына берут в армию, там, дочь выдают замуж, я не с места. Тогда они специально договариваются в школе, чтобы по всей школе, чтобы я в течение недели всех классов обошел проповедовать. Тогда они меня срывают с места. У Серафима ребят с ребятишками, у меня с ребятишками, но только школьники. Ну, видите как, слава Богу, слава Богу, вы вот, у вас это дар говорить, дар говорить. Он не каждому, это слава Богу, что он есть. И вы им воспользовались, не закопали, не зарыли. Это хорошо, можно там развить что-то. Я вот пытаюсь у себя развить этот дар, вот. Но постепенно, может, Господь поможет что-то так. А так вот я красноязычный и очень. Ну, нет, дело не в этом. Господь всегда поможет, когда надо. Главное было бы желание. Ну, и желание вот посмотреть, учиться, там, сравнить. А вы о Зое Крахмальникове слышали? Да, о Зое Крахмальникове слышали. Печально такое дело. Верующая была женщина, ну, как бы, да, сдружила с Дмитрием Дудко, потом, в общем, ушла в одну ересь, во вторую ересь и закончила где-то там съесть. В тюрьме сидела там жена Феликса Светова, да? Да, я у нее был, был у ней. Мы с ней близкие были. Я у них был не один раз. Она людей собирала, и она вот говорит, я, говорит, червь книжный. Я, говорит, она, ну, что, она кандидат наук, там, работала, я не знаю, это РАН, что ли, в них она работала. Вот, писательница. А вам, говорит, как трибуну нужна, говорит, обязательно аудитория. А я, говорит, выйду, ничего не могу сказать. Так. А я, говорю, а я ничего написать так не могу, как вы. Она такие выражения там пишет. Я первый раз, когда ее услышал, в это время я переплетом занимался, а передавал голос Америки. Я говорю жене, я говорю, слушай, мои слова передают-то. Ну, настолько точно, как будто у меня из книги взяли, а книг-то и не было. А потом слышу, она, и мы с ней списались, я поехал. Там пришла жена, бывшая Акуджава Булат. Булата Акуджавы там было. Потом встретились этот Валентин Русанцев, митрополит. Он тоже был в этой компании, да? Нет, уезжали, когда мы в аэропорту уже встретились. Я тоже его лично знаю. Когда мы вначале регистрировали наш общий... Он уже нет, Русанцева уже нет, он, наверное, уже... Или он... Он же уже не жив. Валентин Русанцев уже помер, ведь? Он умер? Ну да. На его сильное гонение было от патриархии, очень сильное. Всякие клеветы возводили на него. Ну да. Ну да, было дело, было дело. Что там его обвиняли во многих вещах. Вот такие вещи. Да, я знаю. И Русанцева я сам лично не знал. А Зою Кахмальникову-то, да, я знал. Зою Кахмальникову-то. И читал, и знал. Ну, к сожалению, видите, как на кончину их смотрят. Я не знаю, кто сказал, однажды я высчитал такое, тот человек сказал так, если бы знание мне давалось с условием никому его не передать, я бы отказался от самого знания. Ну, хорошо, он правильно сказал. Я же не то, что там знания прячу. Я, если читаю, я всегда стараюсь делиться с людьми. Не так, что ли, так? Ну, мне интересно исследовать там. Вы спросили за Израиль. Я вам говорю, что да, у меня есть там интересы, есть дела, я бы туда бы съездил. Пообщаться с людьми съездил бы обязательно. Как бы так. Вот если бы спросили бы меня за Германию, ну, это уже как приведет Господь. И вот туда нужно уже, если очень пошлет, то да, в Германию, Францию. Там мне делать нечего, и личных моих интересов нет вообще. У нас там ставка была, ставка. И туда людей приглашали, там у нас были встречи в Германии. Ну, это одно дело. Если там послали уже, надо что-то, действительно ждет тебя аудитория. А вот сам бы я туда бы, я бы не поехал бы ни за что. Не интересно. Ни в Германию, ни в США, ни во Францию, никуда в Европу. Вообще не хочу. А в Израиль хочу. В Индию хочу поехать. Сам с местными христианами пообщаться. Вот хочется. Мне интересно просто. А туда нет, нет. Там не, ихняя жизнь, вот это неинтересно там. Абсолютно. Она вся понятна. Если только о христиану, тогда должны пригласить и сказать, что это самое. Ты расскажи нам, да? Как апостола Петра тоже взяли, корней, пригласи, пригласи к апостолу Петра. Вот он в Апии лежит, живет Петр там. К Симону Смарю там, сходите и это самое. Там Петра получите, он вам расскажет. То есть, если такое, да, я всегда готов на край света пойти. Хоть и на Чукотку, хоть куда. А если так самому смотреть, ну, я буду дома просидеть. А вот если были бы деньги, я бы в Израиль съездил. Ну, такая ситуация. Такую. Да хоть я ездил-то в Америку, где я же не платил ничего. У меня приглашение от митрополита было. Игнат Тихонович, вам везет, вас знают, вас почитают. А я человек маленький, никто за меня платить не будет. То, что заработал сам, то сам и потратишь. Вот, с разумом, с разумением, куда надо. Мы разный вес у нас. Интересно, перед самой поездкой, я сейчас не могу сказать, я ездил в 92-м году, летал. А вот вышло так, кто там, я не знаю, Ходатайса. В Лазанье была всемирная встреча, этот конгресс там. И меня почему-то туда избрали. 1852 доллара заплатили. Я хлопочу, еще советская власть была. И самый последний момент, меня тормознули и не выпустили. А потом показывали, мне оттуда уже передают, где вы должны быть, там показана фамилия, СССР и пустое место. Я теперь просто благодарен Богу, что я туда не поехал. А это Экуменический был, да? Да, Лозанна, Лозанна. А, там еще это самое, каких-то идолов, да, я какие-то видел видео. Все, все, это в Канберре было, а это в Лозанне, там этого не было. Но главное, что в то время-то я не сопротивлялся ничего. Зато те, которые давали, там визы проще, там, или совета была. Я им всем засвидетельствовал о Боге. Тогда еще ничего не было совершенно, ни одной печатной продукции. Я обычно-то еду не с пустыми руками. Вот при одной же немощи Господь свою силу и являет. Ну, значит, им нужнее было вот этим вот своим-то российским-то. Здесь и нужно было проповедовать, значит, они в Лозанне там. Так это, представьте, на Советский Союз я избран. Это как же так? Кто я такой-то? Еще митрополит какой-то. Кто-то подыграл здесь. Ну, вот, ну, слава Богу. Да. Кто-то это самое, замолвил слово. Кто-то там в свое время пробивал стену, бомб, да, за вас. Кто-то пробивал стену, но власть, это не, на нашей власти не выпустили вас, видите. Меня упрекает иногда, что выгодят вот каноны, все каноны. А я скажу, что каноны, это хорошо. Как митрополит Виталий говорит, если Евангелие является путь Царствия Божия, то каноны это вехи на этом пути, вехи, чтобы мы не заблудились. Я однажды сижу, а секретарь в синоде, епископ. В это время пришли люди, которые сильно на него наседали. А я просто рядом сидел, там, книги дали про царя, я этим интересовался. Ну, они вышли, там, сказали, подождите, в прихожей-то, где. А я ему говорю, они не правы. Он говорит, почему? Я говорю, Гарский собор, правило такое-то. А вот Анкирский говорит такое-то. Да вы что? Он посмотрел, правда. А ну, зовите их сюда, позвал. Я говорю, да я сделал-то по правилам, я не знал. Он тогда говорит, сиди, никуда не ходи. Тут еще, говорит, жалобщики есть. Никуда не уходи, сиди здесь, говорит. До того интересно. Вот не нужля, где ты, нужны правила. Он говорит, вы еще знаете. Я, говорит, я три года из рук не выпускал, симфонию составлял. Мне это было очень интересно. За этим стоит полторы тысячи епископов на соборах. Полторы тысячи. И так просто отмахнуть, не годится. Ну, нельзя, конечно. Это же наше наследие. Да. Это наше наследие. Действительно, вехи. Все правильно сказано, вехи. По ним как-то определяется путь, там, они вот забиты, там, вешки. Это все правильно. А вот Шестой Вселенский собор, второе правило, говорится, сие есть трубы Духа Святого. И дальше уже накладывается, какое прещение, кто не будет принимать. Мы утверждаем предыдущие все соборы. Я говорю, ты против соборов. А ты хоть раз держал книгу, в глаза не видал. Ну, как же отрицать? Как Солженица. Я не считала, но я за то, чтобы его выслали. Манька там, доярка выступает одна. Я это знаю. Не, ну, есть здесь и другая сторона. Есть и другая сторона. Соборы, соборы, надо исполнять соборы. Нет, каноны, каноны, каноны. Да, да. Каноны надо, каноны. Она там или в руках не держал никаких канонов, никаких соборов. А все ратует за каноны. А сам в руках их не держал, никогда не читал, не видел даже книги. Соборные постановления. А о чем можно говорить? Как вот это вот псевдоэпископ Миронов-то. Я с ним начал говорить о крещении. Ну, я признаю его в одно погружение. Я говорю, ну, молодцы. Вы как православный христианин, в моих глазах умер. Ваш. Все. Это уж все. Точно конец. Только три погружения. А его это чадо там говорит, говорит о священном царе. О, каноны надо. Здрасте. А какие каноны там? Какие каноны, если вы не признаете апостольские постановления? О чем может быть? Дисей молчок уже. Требовать от кого-то соблюдать каноны, когда сам не признаешь апостольских постановлений, то и так же это. И вот, значит, такое у нас было речь. Она говорит, вот я не надо признавать, у нас есть священное писание, никаких этих апостольских постановлений, ну, апостольских правил. Я говорю, здрасте. А кто вам сказал, что священное писание, оно священное? Чего вы взяли? Вот. Да. Сами что ли решили? Вот прочитали и решили. Ну, хорошо, Господь вам открыл. А почему вы решили, что это священное писание? А вы еще так, когда будете говорить, задайте, скажите, а вы Ерму знаете, Ерму, которому Павел передает привет, послание к римлянам? Его пастырь, книга пастырь, она входила в Новый Завет. Новый Завет, да. А теперь послание Климента Римского входило. И Климента Римского, вот они у меня все. Да. Писание мужа апостольских. Ну, во-во-во-во. Мужа апостольских. Я говорю, а кто вам? Они вместе в библиотеке лежат, книги, письма, письма Павла. Кто их оттуда выделил теперь священное это писание? Так, не шевели, посвятай. Во, Климента Римского. А их церковь выделила отдельно теперь. Да, да. И на двух соборах утвердили это. Да. Люди-то не понимают. Я говорю, ты сколько считаешь Евангелия? Четыре. А кто тебе сказал? Ну, я. От двенадцати до двадцати насчитывает, как профессор Марсенковский Владимир Филимонович говорит. Ну, он-то говорит, то, что было, говорит. Взяли все, положили. Такое раньше было на престол. Потом запечатали, все молились, пришли. Четыре лежат на престоле, а остальные валяются. Он говорит, даже если бы это не так, говорит. Наше сознание подсказало бы, что истина есть. Сознание, просвещенное Духом Святым. Это, да, я согласен. Но, я говорю, вот, Священное Писание Новый Завет, тридцать-пятый год, вот, на Аладикийском соборе установлен, а апостольские постановления, они, когда? Конец первого века, первый век. Разница есть, и уже на них тоже ссылаются. Поэтому, о чем можно говорить, если вы не признаете, здесь и разговор конец, делу венец. То есть, вот такие вещи. Ну, как бы, вот, так как бы, вот такие вещички. Ну, ничего, еще будем беседовать. Ну, ладно, все тогда. Благодарю, сегодня у нас занятие же будет. Да, да, в два часа, я помню, да. Если буду жив, то Господь Богу. Так, у нас все выставляется в интернет, вы не против? Ой, Игнатий Тихонович, вот, вы с вашей-то памятью, в прошлую весну, перед отъездом на, это, в Потеряевку, вы мне предупредили. Я больше, вы свой, я спрашивать больше никогда не буду. Все. И каждый раз звоню, и все равно спрашиваю. Это у меня, у меня есть советники, очень хорошие, они говорят, вы все-таки спрашиваете, обстановка меняется, как Дудин, священник. Разрешение было, все, а потом давай гоняйся, взламывать, звонить туда в Ютуб и прочее, такую беду наводит, священник из Томска. Я знаю Дудина, дело в том, что... Поэтому я уже в конце спрашиваю, хотя вы знаете, это мне просто необходимо. Нет, мы все, можете не спрашивать, вот, все. Да я-то знаю, но все-таки вы скажите, не против. Не против. Слава Христу, да благословит нас Господь. Во веки веков. Аллилуйя, аминь. Благодарю.